Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да, я просто очень рад сообщить вам эту радостную новость, то, что Иисус Христос, Он Царь, Царь и Господь Господствующих, и у Него вся власть, вся сила, вся слава, у Него будущее. И ваше будущее может быть в Его руках, если вы Ему доверитесь. Прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать, что есть верующие, которые люди, есть люди, просто, которые делятся на две категории. Есть люди послушные и есть люди непослушные. Также есть верующие, которые послушные и которые непослушные. Они верят в Бога, они верят, что в Библии написано все правда. Они верят, что есть истинный Бог, но лично они в своей жизни не слушаются того, что говорит им Бог. И в Библии написано, что такие люди обманывают сами себя. Они верят и думают, что если они верят в истину, это все нормально в их жизни. Но в истину надо не только верить, ее надо исполнять, ею надо жить, ею надо питаться истиной, Словом Божиим. Нужно питаться и исполнять в своей жизни. И вот это очень важно, то, что Бог сегодня хочет вам сказать, чтобы вы были послушными, чтобы вы исполняли Слово Божье. Очень много можно говорить, очень много можно знать, но важно то, на самом деле, как ты живешь, то, как ты действуешь. Особенно в тех ситуациях, где надо подождать, где нужно проявить веру. Там проявляется, насколько ты веришь, насколько ты послушен Слову Божьему. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Праведник». Итак, праведник – это не просто хороший человек. Обычно в наших глазах праведник – это тот, который, знаете, добрый, не кричит, тот, который делает хорошие дела, и мы считаем его праведником. Но на самом деле праведник – это больше, чем просто хороший человек. В Исаии 53 главе написано, что Иисус, Он был принесен в жертву за грешников, чтобы оправдать их. И написано, что Он оправдал, оправдает их, грешников. И еще написано, что Он за грешников сделался ходатаем. Он сделался адвокатом людей, которые во грехе, которые живут во грехах, и Он перед Богом нас оправдывает. Он просит Бога не судить нас, потому что Он заплатил за наши грехи, Он пострадал, чтобы не страдали мы. И теперь Иисус напрямую имеет дело с грешниками. И праведник – это грешник, который был оправдан кровью Иисуса Христа. И добрые дела сюда не идут ни с какой стороны. Вообще, добрые дела не делают человека праведником. Вообще не делают. В Библии написано, что благодатью вы спасены, через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий дар. Спасение – это Божий дар. Праведность – это Божий дар. И дальше написано в этой второй главе Евсяном, написано, что в 10 стихе, что мы Божие творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы праведны не потому, что делаем добрые дела, а потому, что верим в Иисуса Христа. Мы не становимся праведниками, потому, что делаем добрые дела, наоборот, мы, став праведниками, начинаем делать добрые дела. Итак, есть добрые дела, которые я делаю, я так хочу, я так вижу. И Бог говорит, не, я не защитываю это тебе в праведность. Это от этих дел, которые ты делаешь, у тебя вырастает самоправедность, у тебя повышается самооценка, и ты начинаешь гордиться. Но, когда ты понимаешь, что ты грешник, ты достоин был смерти, ты достоин был пойти в ад, и всю вечность мучиться за свои грехи, и вдруг тебя Бог оправдывает, омывает тебя своей кровью, ты понимаешь, что ты недостойен этого, и тебе не о чем гордиться, потому что в центре праведности стоит сама жертва Иисуса Христа. В центре праведности каждого праведника стоит жертва Иисуса Христа. Крест, на котором был Иисус распят. Именно крест дал право Богу освобождать многих людей от грехов и делать их праведниками. Со стороны дьявола это нечестно. Как это? Он грешил, и вдруг все его грехи прощены, и он стал праведником. Да, потому что Иисус так запланировал, Бог так запланировал, что Иисус Христос пострадает за наши грехи. Римлянам 5.1 написано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдавшись не своими добрыми делами, Господь, посмотри, какой я хороший, посмотри, я не пью, не курю, посмотри, я даже там милостынь даю, я такой хороший, я вот такой, такой и такой». Нет, здесь написано, «Оправдавшись верою, вера в Иисуса Христа, вера в то, что сделал Иисус, делает человека праведным». Сто процентный праведник – это тот, кто омыт кровью Иисуса Христа, тот, кто принял это, поверил, согласился, знаете, жить грешной жизнью и жить жизнью праведника – это наш выбор. Дьявол планирует для человека грех. Грех пришел от дьявола. Именно первым людям предложил грех не Бог, а дьявол. Но когда сегодня люди, обычные люди в мире говорят, «Ну почему же, где же Бог? Почему столько греха?» Они сразу говорят, «Где Бог?» Они не говорят ничего про дьявола, потому что дьявол для них – это секретная фигура, они ее не видят. И все обвинения идут в адрес Бога. И они говорят, «Если бы был Бог, все было бы по-другому. Почему ему нет дела до того, как дети голодают, умирают, столько катастроф, войны идут? Если бы Бог был, но они никогда не видят того, кто ослепил их, их умы, это дьявола». Здесь сказано, оправдавшись верою. Вы знаете, что когда человек оправдывается, когда он виноват, каждый, кто делал грех, а это абсолютно каждый человек, перед Богом виноват. Если ты сделал маленький грех или ты сделал большой грех, вы знаете, всегда идет прогрессия. Когда человек начинает делать маленький грех, он не останавливается на этом. Его грех увеличивается и увеличивается, увеличивается и увеличивается. И он становится очень большим. И их становится очень много. И когда человек виноват, то, знаете, есть духовная судная система, где участвуют судья, прокурор, адвокат и подсудимый. И мы были подсудимы. Мы были виноваты в том, что мы грешили. В Библии написано «возмездие за грех смерть». И мы все согрешили. Значит, мы должны быть наказаны, и мы должны умереть. Умереть означает пойти в ад. Это не просто умереть. Жил-жил и умер. Убили, расстреляли. Нет. Это еще полбеды. Беда в том, когда человек попадает в вечность грешным. Вот это беда. Вот это катастрофа настоящая. Потому что больше никто за тебя не сможет заплатить. За тебя никто не сможет подходатайствовать. Все решается на земле. И сейчас перед Богом, перед Судею Иисус нас оправдывает. Как? Если мы обращаемся, если мы верим, верим в то, что Иисус совершил для нас. Умер для нас, воскрес для нас. Если я это верю, я это принимаю и начинаю исповедовать. Я праведник. Я перед Богом праведный. Почему? Я омыт кровью Иисуса Христа. А без крови не бывает прощения. Итак, раньше я был виновен. А теперь написано, оправдавшись верою, я выхожу из зала суда. Все, я больше не на суде. Бог для меня больше не становится судьей. Он становится моим отцом. Почему? Потому что я оправдался верою в то, что создал Иисус. Все, что он сотворил, сделал. Мы имеем мир с Богом. А если у нас нету веры, значит, у нас вражда с Богом. И Писание говорит, чтобы люди примирились с Богом. Каждый грех – это бунт против Бога. Это нарушение. Как вы думаете, если вы на глазах у полиции будете грешить, она будет равнодушная? Нет, вас арестуют. Так же и с Богом. Но написано, что мы имеем мир. У нас нету проблем с Богом. Почему? Мы оправдались верою, то, что мы поверили. Вот насколько важна вера в жизни христианина. А многие думают, я не готов прийти к Богу, у меня много грехов. Я приду, когда у меня будет все хорошо, я налажу свою жизнь более-менее, и тогда я приду. Поверь, ты не можешь свои грехи искупить. И тебе надо прощение. Тебе надо прийти именно в тот момент, когда к тебе стучится Бог. Тебе нужно открыть свое сердце и сказать, Господь, я такой, какой я есть, прими меня и прости меня за все грехи. Войди в мою жизнь и измени ее. Тебе нужно признать свою немощность. Тебе нужно признать свою слабость. Знаете, сильным людям это трудно сделать, потому что они привыкли все сами делать. Сами всего добиваться. Здесь ты сам ничего не добьешься. Тебе нужно просто склонить колени, смириться и сказать, Бог, ты все сделал, а я это просто принимаю. Вот она в чем мудрость. Вот что надо успеть сделать при жизни. Просто принять то, что уже для тебя сделал Иисус. И тогда это Писание будет звучать для тебя. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир имеем. Он не будет нас судить за грехи. Почему? Мы оправдались верою. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Не через дела, а через Иисуса, через Агнца, закланного за нас. В центре праведности стоит жертва Иисуса Христа. В центре самоправедности стоят дела. Иисус в Матфея, пятой главе, двадцатом стихе, Он говорит. Представьте, Иисус говорит своим ученикам слова, которые шокируют их. Они просто как будто ошпаривают их. Иисус говорит, Матфея 5,20, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Иисус поворачивается к своим ученикам и говорит эти слова. Он говорит, «Говорю вам». Вы знаете, что Иисус никогда не шутил, когда Он что-то говорил серьезно? Он никогда не шутил. И Он говорит, «Если праведность ваша не превзойдет, она только в том случае вы попадете в Царство Небесное. Если ваша праведность превзойдет их праведность, надо учесть, что фарисеи были очень религиозными людьми. Очень. Они молились. Они много молились. Постились. Когда ты последний раз постился, вспомни. Когда? Изучали закон Божий, когда ты садился просто читать Библию? Когда? А когда ты садился изучать Библию? Не просто читать, а изучать ее? Задумайся, когда это было? Они знали Тору наизусть. Первые пять книг Моисея. Они были очень дисциплинированы. Поверьте, многие верующие не дисциплинированы. Они ведут халатный образ жизни, христианский. Поэтому и страдают. Но фарисеи, книжники, это были дисциплинированные люди. Они были очень духовно подкованные, как можно сказать, религиозно подкованные. Однако, несмотря на все это, Иисус говорит своим ученикам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, фарисеев, вы в Царство Божие не войдете. Вот она проблема, вот она дилемма, вот и подумай теперь. А я мало молюсь, молюсь только там на бегу, на ходу. Некогда. Не читаю, Библию читаю, может, читал уже там, я не помню, сколько лет назад. Я вообще не пощусь там. Я, знаешь, не даю финансы мои, потому что мне жаба душит. Дать Богу, что ты? Я лучше пойду куплю себе вещь какую-нибудь, похвастаюсь перед кем-то, чем я Богу дам, в церковь дам деньги. Поймите, а они давали, они десятины давали фарисеям. Вы что думаете? О, они со всего давали десятины. Мы иногда думаем, дарят нам деньги, давать ли нам десятины или не давать? Они с мяты, с руты давали деньги. То есть, знаете, с центов, можно сказать, давали десятины. Настолько они, знаете, были такими щепетильными. И представьте, Иисус поворачивается и говорит, вы думаете, они в Царство Божие идут? Нет. Вы должны быть круче, чем они, другими словами. Ваша праведность. А как? Все считали, что это праведные люди. Это люди предел. Это все. Это потолок. А Иисус говорит, вот посмотрите на них. Вы должны быть более праведными, чем они. И все, у учеников проблема. А они-то знали, что у них все не так. А о чем Иисус имел в виду? О чем? О чем Иисус здесь говорил? Он дал понять, что фарисеи основывали свою праведность на делах, на том, что они делали. Вот смотрите, я молюсь, значит, я праведник. Я пощусь, ой, я вообще праведник. Я деньги даю, я вообще супер-пупер праведник. Вообще крутой праведник. А если я еще добрые дела делаю, это вообще. А представьте, перед Богом это ничто. Это не делает праведником. Бог не расценивает это праведностью. А Иисус говорит, вам нужно, чтобы ваша праведность превзошла, вам нужно просто поверить, что я это все сделал за вас. Я это все сделал за вас. Я сделал это для вас. А вам нужно поверить. А знаете что? Быть полностью праведным, ничего не сделав. Либо представьте, представьте, как это звучит. ты ничего не сделал, и ты святой. Ты праведник. Как это так? Чтобы что-то, чтобы быть праведником, чтобы быть святым, надо делать что-то. Знаете, как там есть старцы? Там просидел на столбе, сколько это там лет. Он святой. Спрыгнул в колокольни. Он святой. А здесь представь, ты ничего не делаешь. Ты просто веришь. Ты говоришь, я верю, что Иисус умер за меня. Ты становишься праведником, перед Богом. И ты входишь в царство. А они нет. А они говорят, я такой крутой, и я такой крутой, и я такой крутой, и я это делаю, и я это делаю. И ты как бы перед другими, как бы, знаешь, превозносишься. А другой просто говорит, я верю в то, что Иисус умер за меня, и на третий день воскрес по Писанию. И оправдал меня. Я праведник. Почему? Кровь его омыла меня. Все. Ты плохие дела делал? Делал. Так ты же не можешь быть праведником. Могу. Почему? Кровь его омыла меня. И когда ты стоишь на этом слове, исповедуешь, ты праведник. Ты праведник. Твоя праведность не основывается на делах, а на вере. Запомни, ты попадаешь на небеса не через дела, через веру. Вот почему тебе надо иметь веру. И вот почему Иисус ругал. Иисус ругал даже своих учеников. Я говорю, где вера ваша? Петру он сказал, зачем ты усомнился, маловерный? Он ругал. Он вдохновлял. Он как тренер ругал. Понимаете? Не просто ругал. Наезжал там, бил кого-то там. Нет. Он ругал как тренер. Он говорит, ты что? Как ты мог? Только благодаря вере ты можешь жить. И давайте мы прочитаем одну историю из Библии. Это современный перевод. Луки 18, 9. Тем, кто был уверен в собственной праведности и с презрением смотрел на других, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли во двор храма помолиться. Один из них был фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей встав, молился о себе так. Вот послушайте. Это только Бог слышал такое. Боже, благодарю Тебя. Нормально, молитва начинается нормально. Ничего плохого. Никакой придирки. Благодарю Тебя, что я, я, я не такой, как другие люди. Воры, мошенники, неверные супруги, как этот сборщик налогов. Представьте, как его молитва перед Богом выглядит. Я, я, два раза в неделю, то есть, пощусь, я пощусь, два раза в неделю и даю десятину со всякого дохода, даже с подарочных денег. А сборщик налогов, стоя вдали, грешник из грешников, он в курсе, что он грешник, поэтому он пришел в храм. Стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять. Он знал, что он грешник. И многим людям не хватает вот этого состояния. Многие люди приходят пред Бога, красавчики, все классно, я такой, у меня все классно, я такого добился, я с низов поднялся, я развился, я не как эти лохи. Извиняюсь за выражение. Он не смел поднять глаз к небу, но бил себя в грудь и говорил. Вот просто его молитва теперь представьте. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Он каялся в своих грехах, он осознавал и просил у Бога милость. Что Иисус говорит? Он только приводит одну молитву одного человека фарисея, его отвратительную молитву, которую просто в унитаз надо спустить. И вообще она до Бога не дошла. Это Иисус рассказывал. И молитва другого. И смотрите, что Иисус заключение делает, резюме, подчерк, линию проводит, черту. Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Богом, а не первый. Этот человек, этот грешник, который даже не смел глаз поднять, который, стоя вдали, написано. Смотрите, два человека пришли помолиться во двор храма, а этот грешник, он стоял вдали. Он стоял вдали. Он знал, Он осознавал. Вот что нужно для истинного покаяния рождения свыше. Признать себя грешником, падшим грешником, таким грязным грешником. Если это не признать, ты не можешь родиться свыше. Вот почему многие верующие, они верующие, они знающие Библию, но не родившиеся свыше. Потому что они не признали свою греховность, свою несостоятельность. не признали свою слабость. Поэтому они не могут родиться свыше. И они не войдут в Царство Божие из-за этого. Вот такие две разные молитвы. Это два разных мышления. Один превозносится. Смотрите, как один молится. Тем, кто был уверен в собственной праведности. Вот она где кроется тайна, проблема. И написано, тот, кто был, те, кто был уверен в собственной праведности. К ним Иисус эту притчу говорю. Представьте, как он их обнажил. Представьте, как он их обличил. Написано, кто был уверен в собственной праведности и с презрением смотрел на других. С презрением. Когда ты делаешь добрые дела, ты обязательно заметишь тех людей, кто их не делает. И что? Ты будешь превозноситься в собственных глазах. А я делаю добрые дела. и таким, знаешь, таким уколом колешь другого, что ты-то не делаешь, а я-то делаю. Ты так себя это прям, знаешь, хочешь, чтобы услышали об этом. И вот именно к этим людям, этим людям Иисус направил эту притчу. Те, кто думают о себе праведно, и они не основываются на жертве Иисуса Христа, свою праведность. Они основывают свою праведность именно на том, как они себя ведут. О, эти изменяют, а я не изменяю, я такой хороший. О, эти пьют, а я не пью. Эти курят, а я не курю. О, эта пошла продалась. Какая она вообще низкая, как это можно было. Я бы никогда так не поступил. Или я бы никогда так не поступила. И смотрите, что Иисус говорит. Говорю вам, говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Богом. Вот он, он получил оправдание через милость. Он говорил, помилуй меня, будь милостив ко мне грешнику. Все, там ничего он не принес, кроме греха и исповедания. Этот же принес свои дела добрые. Я это, я то. Я благодарю тебя, Господь, что я не такой, как они. Нельзя так превозноситься. Ой, друг мой, если ты так уже думаешь, это может произойти мимолетно и молниеносно. Ты увидел кого-то, ты такой думаешь, слава Богу, что я не такой, как он. Все, друг, у тебя проблема с самоправедностью. Ты где-то просто не понимаешь, что все люди согрешили. И до одних это доходит, для других не доходит. Слава Богу! Там, где вы сейчас сидите, скажите, слава Богу за Иисуса Христа. Все самое сложное и невероятное стало доступным. Ни один человек не мог попасть во святое святых, на небеса к Богу. Через Иисуса это стало возможным. Скоро будет этот праздник Рождества Иисуса Христа, Рождество Христово. Вот для чего родился Христос, чтобы ты поверил в Него и жил новой жизнью и пришел к Богу на небеса и находился с Ним всю вечность, чтобы ты не пропал и не пошел в ад, чтобы ты не достигал это все своими силами, но просто поверил в Иисуса Христа и получил оправдание. Послушайте, грешники на небеса попасть не могут. На небеса идут только праведники. А кто это такие? А это оправданные грешники. Это грешники, которые не согласились с грехом, а которые возненавидели и оставили его и попросили Иисуса милости. Иисус, будь милостив ко мне, грешнику. Били себя в грудь. Видите, я даже говорю по-другому, когда бью. Этот грешник, он так вбил себя в грудь. И он каялся и говорил, Боже, прости меня, Боже, прости меня, грешник, прости меня, грешник. Если у тебя такого в жизни не было, ты далек от Царства, от Небесного. Ты далек от Возрождения. Ты умственно уверовал. Ты умственно уверовал. Потому что это другие уверовали, но ты не родился свыше. Ты внутри еще не Дитя Божье. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно попросить прощения у Бога за все свои грехи, что ты жил сам, сам руководил своей жизнью, сам хозяйничал своей жизнью. А это означает, что ты жил во грехах, в бунте против Бога. Ты был виновен. Но написано, оправдавшись верою, оправдавшись, нет никакой больше вины. Мы имеем мир с Богом. Он больше не мой судья, он мой отец. Аллилуйя. Пусть вас Господь благосовит.